Девушки отдыхают Свободный вопрос. А свободный вопрос, это значит, я вам сам вытащу любую карточку. Ну, вот такую, допустим, красную. Красную? Да. Расскажите о своем худшем свидании. Ну, были же свидания, наверное, все-таки. Ну, мы все-таки, как оно может и не быть. Самое худшее свидание, это то свидание, когда я должен был встретиться с человеком, я ее не видел, 38 лет. В детстве мы встретились во Львове, она жила в моем доме выше, мы любили друг друга, сумасшедше обожали друг друга. И ее родители военные уезжали. И в один прекрасный день подъехала грузовая машина, грузят вещи, а она стоит около меня. И уже отец садится в машину, а она не ведет. Тогда он дает приказ, а он был полковником, дает приказ девочку забрать. И ее под руки тащат, она кричит, нет, я его люблю. Не, не, они ее скрутили в машину. Она вырывается, бежит, обнимает и говорит, держи меня, не отпускай. Ее, конечно, так же забрали. Больше я ее не видел. И вот я репетирую в театре Моссовета, приходит помощница, и говорит, Роман Героевич, там такой встревоженный голос, вы должны подойти к телефону. Я говорю, я не могу, и не перебивайте никогда, момент творчества. Она говорит, вы должны. Я иду, вот можешь мне плюнуть, если я сейчас собру. Я беру трубку и только слышу дыхание. И в этом дыхании был тот абертон голоса, который был тогда в детстве. И я говорю, это ты. Она говорит, да. И она успевает мне рассказать, где она теперь живет, как она всю жизнь только помнит и так далее, и так далее. И говорит, я не смею просить о встрече. Я бываю на спектакле. Я реву, а не плачу. Пауза. И она говорит, но встречи не будет, потому что то, что было, повториться не может. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.